всем привет дорогие друзья с вами снова я алексей и сегодня вашему вниманию я бы хотел представить свое новое видео видео по игре евро трак симулятор 2 это рубрика обзора модов как вы уже успели догадаться наверняка сегодня у нас на обзоре камаз 54 115 находится он в авто салоне scania имеет мощность двигателя в 420 лошадиных сил но давайте посмотрим что на себя представляет по внешке это наверняка всеми любимый камаз всеми любимая классическая внешность не пугайтесь то что здесь нет бампера его можно поставить в процессе тюнинга ровно так же как и крылья по самой 3d модели вообще у меня никаких вопросов нет все очень классно выполнено очень классное шасси даже у нас присутствует двигатель неплохого качества кабина с небольшим количеством тюнинга очень классный салон забегая далеко вперед скажу что салон к сожалению никоим образом у нас не кастомизируется хотя можно было бы это попробовать сделать так как в основе лежит насколько я понимаю камаз от коралла и плюс еще какой-то камаз наверняка здесь зарыт взять если камаз коралла там тюнинга очень-очень много и ну хотя бы малую часть этого тюнинга можно было перенести сюда ну да ладно итак давайте посмотрим что он из себя вообще представляет этот камаз по кабинам кабина у нас есть низкая и есть ну так сказать типа высокая да то есть это вроде как больше подходит я думаю под какие-нибудь самосвалы а эта кабина да это уже подходит у нас под сидельный тягач по шоссе шоссе у нас три варианта это четыре на два такое коротюсенькое шоссе студии бекер даже можно сказать на котором можно учиться и можно сдавать на права далее у нас идет классическое шоссе 6 на 4 и соответственно нас даже есть шоссе 6 на 6 классно на самом деле выглядит такая вот у нас лифт лифт подвески поднят так он красиво ну и соответственно да спереди мы видим что у нас добавляется редуктор и скорее всего здесь у нас прописан полный привод но мы по классике сегодня сделаем с вами 6 на 4 по движкам двигателя говорил здесь у нас стоит 420 лошадиных сил но к сожалению двигателей здесь почему-то никаких нет табличка ну как табличка шильдик наклейка на камазе гласит то что у нас 260 лошадиных сил и кому верить ну мне непонятно пока что хотелось бы для примера здесь увидеть допустим 260 и соответственно там тот двигатель на 400 лошадиных сил окей двигатель стоит уже хорошо по коробкам передач коробка передач здесь одна двенадцатый ступенчатая скорее всего перетянута может быть какой-то дефолтной скани по салонам салон как я говорил здесь ранее свой но как оказалось не от коралла прошу прощения камаз у нас здесь идет от если помните такую команду еще рта они выпускали давно им давно камаз свой и салон целиком и полностью польза позаимствован оттуда смотрится неплохо свежо даже по современным меркам так вот у нас обито спальничек каким-то синим ковролином 3 у нас опять же синих сиденья шторочки ну все так как и должно быть наверно на камазе уют и комфорт но есть еще второй вариант это у нас крыша уже будет немножечко повыше собственно это у нас идет именно для второй кабины которая здесь называется топ-лайн по покраске кузова естественно она поддерживается ровно как это будут обычные цвета так это будет и цвет металлик то есть можете совершенно спокойно там покрасить его в какой захотите под металлик ну красный металлик как-то на камазе не очень смотрится логично увидите здесь оранжевый да наверно но он сильно какой-то темный поэтому я оставлю классический белый цвет который здесь используется но практически во всех модах по дефолту по аддонам аддонов здесь ребята у нас немного начнем по традиции с колес а именно с покрышек покрышки всеми вами знакомые они стопудово взяты от камаза коралла также у нас есть и колеса для бездорожья до для модификации 6 на 6 который у нас приподнята специально для этого но по покрышкам давайте оставим такие как есть по колесным дискам абсолютно такая же ситуация также есть и именуемые под названием крас колесные диски для внедорожной резины ради эксперимента давайте поставим такие колеса далее можно кстати еще натянуть сверху колпак но вот если вы выберете третий вариант диска то как видите сами у вас будет проблема да то есть сам уже по себе диск у нас идет с колпаком ступичным и поэтому он через этот колпак ну как бы проглядывает такая коллизия у нас получается небольшая но если мы возьмем обычный колесный диск допустим первый и поставим колпак то у нас все с вами будет хорошо давайте наверно так и оставим не будем экспериментировать по ступицам там абсолютно все по стандарту как бы вы не меняли они у нас останутся ну и по гайкам давайте поглядим сразу также гайки можно подогнать подобрать какие захотите в зависимости от образе внимание да какие нас будут диски гаечки будут у нас стоять в нужных местах но 1 2 диска не в принципе одинаковые так что у нас есть можно сказать такой небольшой элемент тюнинга либо тюнинга либо они у нас будут черные либо они у нас будут такие но можно сказать под цвет стали но если мы все это закроем колпаком там один фиг ничего видно все равно не будет по задней тележке абсолютно такая же история давайте мы сейчас быстренько подберем ту резину которая здесь должна была стоять соответственно поставим сюда первые диски колпачки у нас у такие можно сюда на камаз сзади поставить по ступице все абсолютно то же самое и по болтам но тоже оставим на на второй вариант и нацепим сюда вот эти колпаки смотрится они здесь на самом деле очень круто на второе сиделки ничего не будем далее у нас нет как видите никаких брызговиков и тому подобного если мы повернем на правую сторону грузовик то здесь увидим тоже точечку с помощью которой сможем поставить крылья либо вот такие вот классические на европейский манер либо заводские камазовские то есть у нас сверху они ничем закрыты не будут соответственно будут у нас висеть брызговики не знаю анимировано нет проверим во второй части видео но мне если честно так нравится больше далее по бамперам два вида бампера соответственно с квадратными фарами и с дополнительными туманками все это дело горит вот так прямо такие знаете вот когда выключены хорошо в принципе смотрится но когда включаешь они просто превращаются в два белых квадрата странно не на всех модах я это наблюдаю и не вот такой вот интересный бампер это какая-то из модификации в названии видео напишу потому что состоит название мода из двух модификаций t54 115 и следующая какая-то другая это 43 там блин не помню в названии напишу не с цифрами у меня проблема давайте оставим такую мордаху очень классно она выглядит и здесь уже смотрите у нас фары как бы рассеивают свечение свое тоже очень круто смотрится здесь ну своего рода такая защитная не знаю что это то ли сетка то ли резинка чтобы туда у нас все подряд налетело давайте тоже поставим почему нет также у нас есть значок огнеопасно окей почему бы нет по зеркалам у нас они один вариант с краской и соответственно крыши так как у нас табличка огне опасно мы сможем поставить маяки но маяки такие знаете на самом деле очень колхозные здоровые какие-то непонятные но благо не моргают ладно давайте оставим наверное по правому борту и перейдем в салон в салоне как я говорил никакого тюнинга у нас не предусмотрено но уже изначально стоит навигатор поэтому здесь чтобы еще добавил наверно адаптацию под аксессуары на лобовое стекло возможно что-то на торпеду что-то на пол и возможно что-то еще покидать на сиденье в спальник какие-либо предметы бросать я абсолютно не вижу смысла потому как он закрыт шторками ну что друзья вот такая получилась нас первая часть обзора во второй части как всегда полевые испытания так что не переключаемся и так уважаемые зрители настало время тест-драйва сразу начинаем с улицы потому как в салоне в принципе смотреть уже не на что единственное что только приборы но это мы проверим во время того как поедем отсюда и так давайте сразу проверим освещение в дневное время так у нас светит габариты так у нас соответственно светит ближний свет фар и дальним у нас даже загораются поворотники нужно исправлять если вдруг будет продолжаться работа над этим модом то ребята пожалуйста поработайте почему-то у нас очень очень ярко и очень как-то непонятно горит головной свет фар когда даже включаем просто габариты но это допустим ладно да но когда включаю ближний свет загораются нижние туманки хотя по идее было бы более логичных как-то выставить непосредственно дальний свет фар по аварийке все это моргает но как видите сами да по уголкам главного головного так скажем света сверху справа тоже у нас какие-то треугольнички появляются совершенно непонятные и такая же ситуация у нас с дополнительными фарами в бампере поворотники на боках окей сзади в принципе тоже неплохо даже у нас там и есть и задний сигнал соответственно ручничок не так давайте мы теперь а что нет наверное смысл смотреть в демной ой в ночное время потому как в принципе мы все посмотрели сейчас по дворникам да вот сейчас нажал один раз на боков купе нас внешки они стояли спокойно неподвижно внутри начинают молотить нажимаем второй раз у нас они прекращают работать полностью то есть режим работы дворников здесь у нас один какого-то промежуточного значения нет но из внешки как видите да они к сожалению не анимированы и так навигатор работает по стрелочкам сейчас все посмотрим сейчас предлагаю запустить двигатель по звукам странно все это все очень странно ребят какой то знаете смесь дефолта с каким-то европейским музыку на команде я по крайней мере ни на одном из модов никогда раньше звуков таких не слышал ладно попробуем зацепиться так почему мы не можем зацепиться на продвинутой сцепки неужели это не работает захожу четко под крюк но подставляю как надо но к сожалению видимо здесь продвинутая сцепка не работает поэтому нам с вами придется опять в очередной раз воспользоваться что через в 9 у нас это все соединяется напишите пожалуйста в комментариях была ли у вас такая проблема при включении продвинутой сцепки очень интересно услышать ваше мнение и так внутри это у нас габариты соответственно ближний и дальний но и аварийная сигнализация странные звуки какие-то никогда на камазе таких не слышал но где-то слышал на каком-то европейском тягачи очень очень похоже но в салоне кстати очень тихо это очень не похоже на камаз сегодня в обзоре очень много слов очень и соответственно напишите в комментариях количество сколько раз сказал слова очень и сколько я сказал снова раз соответственно посмотрим какие у меня внимательные зрители по левому зеркалу все хорошо но такое ощущение что она затонирована правая куда-то вперед показывает то есть у нас имеется дырище огромное обратите внимание давайте остановимся чтобы не попасть в аварию на этом замечательном автомобиле у нас тень отбрасывается до непосредственно шторочки в спалочку то есть видимо здесь стоит тень от низкой кабины как можно предположить да то есть если мы поставим низкую кабину сюда с низкий вариант салона то скорее всего все у нас будет хорошо опять же нужно поправлять в остальном по салону неплохо нужно исправить зеркало тень и постараться анимировать дворники с внешки ну и я думаю добавить сюда аксессуаров по внешке автомобиля самого на чем нужно поработать так это над головным светом и дополнительным я имею ввиду вот эти туманочки как-то постараться это все дело разделить добавить еще несколько вариантов двигателей но по звукам если честно я не понял вообще что к чему почему именно такие звуки здесь появились очень очень странно ну что ребята такой получился сегодня обзорчики надеюсь он вам понравился ссылочку на скачивание данного мода вы как всегда сможете найти в описании но на этом все с вами был и алексей желаем всем хорошего настроения всем огромной удачи и пока увидимся